Итак, мы сегодня будем продолжать немножко углубляться, чтобы постичь слова Раби Акивы. Потому что то, что мы говорили на поверхностный взгляд, слова Раби Акивы – это полная противоречия. Итак, сказал Раби Акивы, это 15-я Мишна, все предопределено, но свобода дана. Значит, если все предопределено, как же можно понять, что дана свобода? И в прошлый раз мы приводили пример, то, что написано в главе Ваихии, что наш братец Яков, когда приводит к нему Йосеф двух своих сыновей, Ифрайма и Минаши, и просит их благословить, Якова Вину спрашивает Ми-Эли, кто эти? То есть, как эти злодеи могут выйти из твоих, быть потомками твоих праведных сыновей? И сказано, что отошел от него Руах Акодыш, дух пророчества, и после того, как помолился о них и Йосеф, и Яков, возвращается дух пророчества к нашему братцу Якову, и он благословляет Ифрайма и Минаш. Мы задавали вопрос. Раши говорит, от Ифрайма происходит Яравам-бен-ават и царь Ахав, а от Минаши происходит царь Иу и его сыновья злодеи. И тогда, казалось бы, возникает вопрос. Все предопределено? То есть, человек, который родится и дадут ему имя Яравам-бен-ават, он будет злодей? Так? И мы ответили, что на самом деле, как открывают то, что сказано в Торе, два слова, ми-эли, кто эти? Наши мудрецы, они говорят, такие-таки это злодеи, которые уже были в еврейском народе. Эти происходят от Ифрайма, а эти от Минаша. После того, как родился такой человек Яравам-бен-ават. И вот сейчас мы немножко остановимся. Чтобы понять. Иравам-бен-ават – это поколение царя Шламу. Величайший мудрец своего поколения. Он учит Тору вместе с пророком Ахиа-Шенони. Тот, кто прожил очень долгую жизнь, он стоял у горы Синай. Прошло, я не знаю, 300-400 лет. И вот они учат Тору. Больше того, когда отделяется Израильское царство, 10 колен, от потомка Шлома и Рыхавама, его поддерживает пророк. То есть, так должно было быть. Но что происходит дальше? Из-за того, что боится Яравам-бен-ават, что евреи взбунтуются против него, потому что в храме может сидеть только потомок Давида, а не потомок Йосефа, Эфраима. И тогда он ставит двух идолов в Израиле и запрещает под угрозой смерти евреям идти, чтобы поклониться три раза в году в храм. Написано в Талмуде, он не только был злодеем, но он заставлял грешить народ Израиля. Тогда мы понимаем, что это был его собственный выбор. Больше того, написано в Талмуде так. Что Творец обращается к Яравам-бен-авату и говорит, раскайся, сделай чуву. И тогда я, ты и потомок Давида будем вместе гулять в Ган-Эдене. Спрашивает Яравам-бен-ават, кто во главе? Он услышал, говорит Творец, я, ты, а потом потомок Давида. Но он хочет услышать еще раз, что это так, что он во главе. И тогда Творец говорит ему, я, потомок Давида и ты. И тогда он говорит, я не хочу. Творец обращается к нему. И тогда мы понимаем, что за редким исключением нету в мире человека, у которого не было бы свободы выборов. И вот это то, что впрямую говорит, мы уже цитировали Рамбома. Говорит Рамбом, это то, что называется Шмон и Праким, 8 глав, перед его комментарием на поучение отцов. Истина же состоит в том, что человек полностью управляет своими действиями. Если он хочет что-то сделать, то совершает это. А не хочет, не совершает. И никакая внешняя сила не в состоянии заставить его выбрать тот или иной путь. Поэтому, вы понимаете, если бы была внешняя сила, то есть Творец говорит, этот человек будет злодей, то в чем смысл, если он будет исполнять заповеди или не исполнять? Только потому, что у человека есть свобода выбора, ему дается право либо исполнять заповедь, либо нарушать. Так вот то, что говорит Рамб. Именно поэтому Творец дал человеку заповеди. И так говорит Моше Рабейну в Торе. Смотри, говорит Моше от имени Творца. Я дал тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь. Значит, в прямой в Торе написано про то, что у каждого человека есть выбор. Теперь, что такое жизнь? Казалось бы, мы все знаем. Ну как, жизнь? Объясняет это Рабеймуше Хайм Люцата. Жизнь – это связь с источником жизни. Другое определение. Не жизнь белковых тел, и так далее, как нас учили. А что же такое добро? Ну как? У одних народовое одно понятие о добре, у других – другое. Но это ведь написано в Торе, это должно быть абсолютное понятие. На иврите это ТОВ. И объясняет это Гаон Рамыш Шапира, что когда первосвященник поправлял фитили в семисвешнике в храме, это называется АТОВАТНЕРОТ, то есть делать хорошо со свечами, что значит добро со свечами, что это такое? И объясняется, ТОВ, хорошо, добро, это когда масло, это масляные светильники в храме, хорошо и правильно поднимается по фитилю, и хороший огонь. Значит, что же такое ТОВ? Это максимальное выполнение назначения. А что же такое РА? Зло. И смерть, и зло. Значит, понять надо сначала, что такое смерть. И многие комментаторы ТОРы объясняют, что Творец, он сотворил жизнь. И ТОВ. Всё творение, оно обязательно исполнит своё назначение. А как же появилась смерть? Что такое смерть? А смерть привёл в мир Адам. Это порождение Адама. Потому что сказано «И вдунул в его ноздри душу живую». От кого вдунул? От себя вдунул. Так мы понимаем, что человек по природе, таким, как его создал Творец, он должен жить всегда. И это то, что дальше в Торе сказано, что он не протянул руку и не взял от плодов дерево жизни и будет жить всегда. Это после того, как он уже согрешил. Но до этого, значит, есть назначение у человека жить всегда. Теперь я задам вопрос. Может ли умереть жизнь? Так это же нонсенс. То есть, то, что определение «жизнь» – это не смерть. То есть, жизнь не может умереть. Тогда мы же видим, каждый день кого-то провожают, о ком-то говорят, люди умирают. Потому что, объясняет это в своей книге Дера Хошем, величайший учитель еврейского народа Рамхаль, Раби Моше Хаем Люцату, что после того, как Адам не выдержал испытаний и пришла в мир смерть, для чего? Потому что невозможно полное исправление человека, чтобы исправить всё то, скажем, зло. Мы сейчас должны выяснить, что такое зло. Уже это невозможно заодно, за один приход в мир. Что должно быть? Должно быть отделение души от тела. Тело проходит исправление в земле, душа проходит очищение в духовном мире, а после того, как будет воскрешение из мёртвых, будет то состояние, которое называется Оламабба, мир приходящий. Там, где вместе душа и тело будут пребывать в постоянном подъёме, то есть состоянии связи с Творцом, то есть жизнь. Та, как было испорчено, Адам, который был полностью духовное творение, только самым окончанием своим он касался материального мира, после того, как он согрешил, он спустился в материальный мир, и тогда исправление может быть только после того, как отделяется душа от тела. Это только что мы говорим смерть, отделение. Что такое человек? Это соединение, то, что мы говорим, молитве, то, что Творец сотворил чудесное, мафлило сот, что за пели, что за чудо, то, что соединяется максимально духовное с максимально материальным. Кто-то когда-то видел коктейль Кровавая Мэри, соединяется томатный сок с водкой, если взболтать, так вот это состояние человека, как он находится в этом мире, а проходит какое-то время, отделяется водка от томатного сока, и вот это то, что мы можем сейчас сказать, вот это состояние смерти, разделения. Теперь мы должны узнать, что же такое зло, ра, и объясняет наши мудрецы, ра, это разбитое, это стена шатающаяся, лестница шатающаяся, то, что не приводит к цели, это ра. Тогда мы видим, творец говорит, я предложил тебе сегодня жизнь и добро, жизнь, связь с источником, добро, то, что приведет меня к цели, ради чего моя душа спустилась в этот мир, и как вариант одно против другого, чтобы был у тебя выбор, смерть, пресечение жизни, как бы отдаление от источника жизни, и зло. То есть, если ты пойдешь за этим миром, будешь увлекаться, как это, соблазнишься им, уйдешь за ним, ты утратишь вот это свое назначение. И тогда продолжает ора и говорит, и выбери жизнь. Ну, что это такое? Мы все сразу вспоминаем, если у девочки спрашивают, ты хочешь на дачу или в милицию? Девочка хочет на дачу. А как же так? Ну, что это такое? Жизнь, добро, или смерть и зло? Ну, какой ненормальный будет выбирать смерть и зло? Ну, мы выйдем на улицу и мы увидим, если мы спросим человека, куда ты идешь? Он говорит, в магазин, я не знаю, в аптеку, на ипподром, в оперу, зубному врачу. А зачем? Ну, как? Вот это то, что мне необходимо, а для чего? То есть, если мы начнем спрашивать человека, для чего ты живешь? Для чего ты утром встаешь с кровати? Что он ответит? Что пойти к зубному врачу? Нет. В чем смысл? Чтобы жить? Так как же мы видим весь мир? Праведники в нашем мире очень малочисленные. Мы все, конечно, хотим быть, но большинство мира, что мы видим? Ну, скажем, ошибающиеся или недумающие. Но большинство мира, о чем наполнены все газеты, все радио, телевидение? Я как-то ехал в автобусе, просто невозможно слушать. Уши вянут. Там произошло то, там, то, там, то. Ужас. Лучше это вообще не слышать. Потому что не про праведников рассказывают. Вот этот праведник сегодня достиг такой концентрации в молитве, что осветился весь Иерусалим. Про это вы слышали когда-нибудь? Почему-то мы об этом не слышим. Так что же это такое? Значит, оказывается, чтобы был выбор, это значит, две чаши уравновешены. И это то, что наши мудрецы говорят в прямую в трактатике души. Постоянно человек должен видеть, как будто его добрые дела уравновешены злыми делами. И он, и весь мир, и сейчас от него зависит, на какую чашу весов он положит свое вот этот час сегодняшний поступок. на чашу митцвод добрых дел, тогда он оправдывает себя и оправдывает весь мир. Но почему творец? Ну что это такое? Ну почему они уравновешены? Почему кажется вот то, что у соседа, оно всегда вкуснее? Почему то, что он получил, это полагалось бы мне? Почему-то дали ему? Почему? Потому что это и называется выбор. А вы знаете, много людей, которые выбирают. Ну как, человек вот решил, я встаю утром, я хочу только исполнять волю Творца. Потому что я все время перед ним, я живу в его мире, он спустил, эту душу он мне дал, он компаньон моих родителей, которые сотворили тело. Я думаю об этом, ну, когда открываю Сидур. Может быть, то, что человек должен подумать перед молитвой, я сейчас иду и я буду стоять перед тем, кто дал мне жизнь, как нищий, который при входе в дом протягивает руку. И для чего эта молитва? Чтобы я укрепился в своем полагании на Творце. Если я на секунду об этом задумываюсь, хорошо. Праведники, это то, что написано, начинают с этого Шелхана Рух, они постоянно представляют себя перед Творцом. Представляю себя перед Творцом постоянно. Теперь, как вообще человек может сделать выбор? Мы уже говорим не про детские игры, не про милицию или дачу, а я один раз выбрал. Я решил, что я буду теперь ходить в этой шапочке, буду носить эти ниточки, буду читать эти умные книжки. Все, я выбрал. Оказывается, что один раз я выбрал. Я хожу в этой шапочке, как говорил большой Раф в Израиле, Рафшим Шампинкус, что память о праведнике была благословена. Он говорит, это просто как одежда, я уже, когда я вижу цицит, я их вижу когда-то, я их одеваю, как пиджак, как галстук, как все, это уже на мне. Понимаете, это уже как бы не выбор, я уже как бы одеваю, а для чего это нужно. Сказано, человек увидит цицит и вспомнит все заповеди Торы, чтобы напоминать мне. Пять узлов, восемь ниточек, цицит, числовое значение шестьсот, пять и восемь, шестьсот тринадцать про все заповеди. Ну, как же человек выбирает, где вот этот вот момент его выбора. Оказывается, что выбор человека это каждое мгновение. То есть, можно один раз выбрать жизнь, выбрал жизнь, все, столько-то лет тому назад, сколько, я уже приехал в Израиль в кипе, значит, ну, и начал уже постоянно в кипе, тридцать лет тому назад я выбрал, все, сейчас я свободен, я уже живой. Что такое жизнь? Это каждое мгновение, сказано Творец, обновляет творение первозданное. То есть, от Творца постоянно идет оживление всего мира. А как же я? Я тридцать лет тому назад на дел кипу я уже выбрал. Оказывается, каждое мгновение жизни перед человеком есть выбор. Выбери жизнь. А теперь мы зададим вот то, что продолжает Рамбом. Творец представляет каждому человеку свобода выбора. И поэтому последствия этого целиком зависят от человека. Чем определяется наказание? Тем, насколько он нарушил волю Творца. А чем определяется награда? Тем, насколько он выполнил. и это то, что написано браха, благословение, если послушаетесь повелений Творца. Проклятие, если не послушаетесь. То есть, выбор. Теперь я хочу вам рассказать одну историю. Выбор. Один царь вел с другим царем многолетнюю кровавую войну. И этот уже вообще в казне. Неизвестно, что делать. и у этого. И вот царь объявил по своей стране. Если найдется мудрец, который научит нас, как достичь мира с соседним царем, он получит право войти в мои чуть-чуть опустевшие, но все-таки кладовые. И час он сможет там брать все, что захочет. Ну, объявили. Был конкурс мудрецов. Нашелся один мудрец. Он посоветовал царю, я дам совет, так-то и так-то скажи тому царю, так-то и так-то ты уступишь ему, так-то и так-то он уступит тебе. Обрадовались эти два царя, заключили соглашение, все. Ну, теперь это обедневшая, это опустевшая казна, сейчас надо пустить туда этого мудреца. Что делать? А, этот мудрец, конечно, у него ничего, но что он сделал? Собрал деньги, одолжил деньги, он же будет миллиардером, пошил лучшие костюмы всем своим сыновьям, как на свадьбу в еврейских семьях, да, лучшие платья своим дочкам, заказал самую лучшую карету и приехал в столицу. Царь заседает накануне его приезда, что делать, он на час туда придет, у нас вообще ничего не останется. И тогда один министр сказал, вы знаете, я послал, я узнал, что это за человек, какие у него слабости, что он любит, что не любит, оказалось, что он очень любит музыку. Ну, мудрец, это музыка, это то, что сказано в наших книгах, это то, что близко к миру чувы, музыка, рядом. Хорошо, подготовим ему сюрприз. И вот, этот человек берет большой мешок, открывает ему кладовые, он входит в кладовые, в царские кладовые и думает, вот здесь золотые слитки, здесь бриллианты, здесь серебро. И вдруг он слышит великолепную музыку. Не может быть, как это, здесь музыка, не может быть, не может быть. он начинает прислушиваться, идет, вот отсюда, отсюда, здесь стена, здесь стеллажи, вот здесь бриллианты, может думать о бриллиантах. Вдруг, с другой стороны музыка, он бежит туда, ой, какая мелодия, только минутку я постою, ой, это я не слышал. Вдруг, он слышит, с потолка раздается эта мелодия. ой, вдруг, из-под пола. Вы сами понимаете, что прошел час, не только он хотел протянуть руку, в это время стражники его взяли, вышел он с пустым мешком. Он понимает, сейчас он пойдет к своей семье, где он будет всю жизнь отдавать долги за эти костюмы, за эту карету. И мы понимаем с вами, что это притча говорит про нашу свободу выбора. Казалось бы, ну, как обычно люди говорят, я выйду на пенсию, буду учить Тору, сейчас у меня нет времени, или у меня нет мозгов, или я, я понимаю, конечно, есть творец и все, ну, есть те, которые должны учить Тору, а другие должны ковать молотом, бить по наковальному. А все вопросы задают, что будет, если все евреи пойдут учить Тору? Кто будет пахать, кто будет защищать страну? Это известный вопрос. Тогда человек говорит завтра, еще раз завтра. Что мы сказали? Когда происходит выбор? В это мгновение и каждое мгновение. Когда он говорит завтра, что это такое? Вот эти чаши весов, а завтра я буду выбирать. Этим самым мы понимаем, что он уже выбрал и положил и на какую чашу? На противоположную. Не то, что называется жизнь и добро, а на что-то другое. Значит, мы понимаем про выбор человека. Где же этот выбор находится? Теперь мы зададим вопрос. Где у человека этот выбор? Ну, где? Ну, есть силы души. Мы знаем, что это божественная душа, которую вдунул в нас творец. Как минимум, то, что касается тела, это три уровня этой души. То, что самый низший уровень, компаньон души, компаньон тела, это то, что называется нефиш. Это есть и у животных. То, что оживляет весь животный мир, это есть у меня и у него. Отличается, отличается. Хорошо. Дальше, самый высший уровень, то, что называется нишама. Мы говорим утром, душа, которую ты мне дал, она чиста. Что значит чиста? Буду я исполнять заповеди или нет, она остается чистой. То есть, мои действия не могут ее как бы загрязнить. Хорошо. А где же тот самый выбор, который находится в сердце человека? И этим мы отвечаем. Сердце человека это то, что называется руах. В переводе на русский можно было сказать дух. Руах. И это то, что открывает Ункилус вот эту самую строчку истории. И вдунул в его ноздри душу живую. И говорит Ункилус, и стал человек леруах мемалила. И стал человек духом говорящим. Тогда вдруг дух говорящий. Определение человека человек говорящий. тогда вдруг мы начинаем понимать, что выбор связан не только с действиями человека, но с его речью и еще с его мыслями. Но легче всего человеку что исправить? Действия. И Рамбом говорит, не похож человек, который дает один раз сдаку миллион долларов, чем тот, который дает миллион раз по одному доллару. В чем разница? Этот приучил себя давать, а этот один раз произошло что-то, дал все. Кто из них более открыт, чтобы давать и делиться? конечно тот, кто дал миллион раз. Значит, действия. Человек, то, что ему легче всего исправить, действия. Теперь мысли это гораздо тяжелее. Казалось бы, то, что не подвластно человеку. То, что он видит, то, что он слышит. Вы не знали, про что я дам сегодня урок. Поэтому то, что я говорю, вы слышите. Вы не знали, в каком галстуке я приду. В прошлый раз я пришел в бежевом, в этот раз другой. Это то, что попадает в глаза и в уши, мы как бы не отвечаем. Мысли наши. Как часто человек помимо своей воли текут у него те мысли, или он вдруг вспоминает какие-то картины, которые вообще он не знает откуда пришли. 30 лет тому назад я сказал такому-то человеку так-то и так. Я должен был сказать ему вот так-то и так. Не бывает? Теперь где же вот эта точка выбора? Если бы мы могли положить палец на пульс, где эта точка выбора? И мы понимаем, что это заключено в сердце человека. В сердце человека это источник его желаний. А проявление этого источника это речь человека. Мы говорим определение человека. Это кто? Человек говорящий. И тогда мы понимаем какие глубины платы или наказания заключены в том, как человек пользуется этим божественным даром, который называется речь человека. Есть разные определения разных языков мира. Сказано, что так говорят мудрецы. Французский язык, он язык, который очень связан скажем с легким поведением женщинами легкого поведения и так далее. Немецкий язык, он больше всего структура языка, как говорят, связан с убийством. А как бы вы сказали, а что такое наш великий могучий русский язык? Не тот, на котором мы сейчас говорим, а на том, на котором говорит улица. Что это такое? Вы понимаете, что это мягко выражает все ниже пояс. Так скажи, ну как определяют человека? Скажи, ну помните Эллочка людоедка, сколько там у нее было? 30 слов, 40 слов, ей хватало. В русском языке, это знаете, один офицер заполняет анкету, его хотят повысить звание. Сколько языков вы знаете? Русский и матерный. Так вы понимаете, что это такое? Когда мы думаем, где главный выбор человека? И это то, что сказано в святой книге, которую мы получили от Авраам Авину, что творец заключил с Авраам Авином два союза. Союз речи и союз там, где детородный орган у мужчин. Так оказывается, это два органа, которые связаны. Как? Потому что там порождаются потомки. Ну, муж встречает жену и у них рождается сын. А как же речь может породить? Это то, что объясняет Раши и обучаясь своих сыновей, Раши объясняет, это ученики, это порождение речи человека. Авраам Авину души, которые не сделали в Харане, Авраам приводил в еврейство мужчин, Сара приводила в еврейство женщин. Так мы видим, мы как бы приблизились к точке, где происходит главный выбор. А дальше мы можем посмотреть историю, говорить дальше Рамбом, а может быть есть такие люди, у которых нет свободы выбора. И об этом мы поговорим на следующем уроке. уроки. Уроки. Уроки.